Приветствую всех друзей на моем канале. С вами Татьяна. Мы у нас на даче. И вот такая красота встречает ухода в дом. Цветет дерен. Внизу очень красиво смотрится вот эта хоста. Мне прямо очень нравится. Дерен красавец сейчас. Вот эти вот листья с белой каемочкой. Цветы. Он так разросся за 2 года. Был какой-то невзрачный маленький кустик. Сейчас просто красавец. Он, наверное, 2 метра в высоту. 2 метра, если не больше, в ширину. То есть вот была задумка, что когда заходишь на участок, чтобы он прикрывал теплицу, зону огорода. И я думаю, что он сейчас уже почти справляется со своей задачей. То есть смотрите, вот я захожу на участок. И такая вот красота, да. Красавец дерен. За ним где-то вдалеке теплица, огород. То есть вообще не бросается в глаза. А вот представьте, если бы этого куста не было. То есть раз заходишь, и сразу там огород, теплица. В общем, все это вот грядки. Вот, посадила. Вот здесь маленький кустик тоже дерена. Из веточки вырастила. Это другой сорт. Он с желтой каемочкой. Вот здесь листики будут с желтой каемочкой. Когда он разрастется, будет очень красиво. С одной стороны дорожки один дерен, с другой другой. Вот, агератом посадила вдоль дорожки в дом. Маленькие еще кустики. И была посажена... Были посажены бархатцы. Смотрите, все замерзли. Вот были холодные ночи. Несколько ночей все посинели. Все посинели бархатцы. Вот здесь вот с агератомом, думала, красиво будет. Ну вот. Ночи оказались холодные. Это вид с большой террасы. Мой розарий, который полукругом. Тоже набирает бутоны. Кстати, меняла, когда мульчу из коры. Обнаружила под ней очень много муравейников. Прямо на каждом шагу были муравейники. В общем, решила я в этом году замульчировать просто травой. А кору так по краю немножечко декоративно разложила. Оставила только одну траву подсохшую. Не знаю, почему. Дело в коре, не в коре. Но вот именно здесь было очень много муравейников. Когда все снимала, рыхлила, удобряла. Так что имейте в виду, у кого лежит долго кора, проверяйте, что под ней. Я почему-то была уверена, что под ней все хорошо. Лежит и лежит, а на муравьев не было видно. А оказалось, там их просто скопище. Вот так. Неожиданно. Все может быть. Вот такой обзорчик небольшой утренний. А я пошла заниматься домашними делами. Одел много. Да, Нюся? Будешь мне помогать, Нюсенька? Нюся слилась у нас с этим ковриком в одной цветовой гамме. Будешь помогать, Нюся? Скажи, это надо очень мне вам помогать. Да? Нюсенька. Нюся. Нюся красотка. Ой, какая красотка Нюся. Нюся у нас очень любит, когда ее хвалят. О! Ну, как же? Как же Нюсю хвалят, а Хлоя? Как же тут Нюсю хвалят? Да? Хлоя ревнует. Тут же прибежала. Ну, что ж, за дела. Сегодня у меня день уборки, друзья. И как же я люблю вот этого своего помощника. Прямо у меня такая нежная-нежная любовь к нему. Это один из недорогих роботов. Давным-давно на Алиэкспресс заказывала. Ну, какой же он умничка. Просто умничка. Он даже вот из-под кухонных вот этих вот шкафов, щеточками, все-все выгребает. Ну, вот. Трудится. Трудится, помогает мне. Самые главные помощники это вот робот-пылесос и посудомойка. Ну, и стиральная машинка, естественно. Вот даже недорогой робот-пылесос выполняет огромную работу за меня. Вот. На коврик он спокойно заезжает. Выезжает. Катается он по своей какой-то траектории, но она, в принципе, разумная. Как он ее себе строит, я не знаю. Но как-то, если присмотреться, оно разумно получается. В общем, умничка моя трудится. Пока он трудится, можно сесть по пить чайку, например, да? А так бы пришлось самой бегать с пылесосом. Пытается выехать среди стульев. Сейчас найдет, выйдет. Вот, выехал, умничка моя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok